Всем доброго времени суток, сегодня 9 декабря, канал Zimani Второй видос сегодня будет по поводу отзывов Переходим на группу Facebook И по поводу вот этого поста я хотел как раз рассказать В принципе, через него вы можете попасть на конкретную группу по отзывам В этой группе народ сами дают отзывы, сами просят отзывы То есть кому как удобнее Возвращаемся на главную группу Смысл того, что я здесь написал, как бы старался максимально объяснить Но дообъясню уже как бы в виде живого разговора Смысл такой, что чему все это идет в принципе Начиналось все это с того, что 3 октября у нас сначала одни отзывы убрали То есть нам нельзя было просить Потом нам подрезали крылья с раздачами через купоны И продвижение через раздачу у нас как бы падает возможность И соответственно мало этим занимаемся Отзывы нужны для чего? В первую очередь, естественно, на старте Во-вторых, они нужны нам, когда мы закрываем различный негатив Это надо и дропшиперам Дропшиперам, естественно, надо отзывы получить на свой товар Ой, не на товар, а на продавца А приватчикам нужно, естественно, отзывы получать в первую очередь на товар Но не забывайте тоже получать отзывы на продавца Потому что возникают разные проблемы с разными товарами Бывает и брак Много всяких моментов возникает У меня даже у знакомых такая ситуация возникла Что могут даже забанить Из-за того, что много проблем, связанных с некачественной поставкой Всего раз, но уже возникает проблема В данный момент мы набрали больше ста человек Реально которые готовы написать отзывы Товары далеко не все берут Много всякой суеты и возни Кто вот сейчас я только что переписывал с человеком Который мне спрашивал по поводу Переживаются по поводу заработка Все это делается не просто так Чтобы это организовывать Это огромная уйма времени просто ходит Если вы хотите сделать что-то подобное Со своего, так скажем, отзыва сидеть и писать Я могу сказать, что с аккаунта у нас сейчас у очень многих людей Почему у нас очень медленно эта сумма людей растет Растет медленно очень То, что проходит, а только в день с десятками людьми общаюсь Потому что у очень многих людей просто Закрывается возможность написать отзыв Просто-напросто То есть да, по каким-либо причинам Компьютер, Амазон, алгоритм и все остальное Периодически закрывает возможность Открывает возможность Некоторые отзывы без выкупа товара Дает возможность кому-то написать Кому-то не дает То есть мы это не знаем, как это все происходит Но в любом случае, если вы рассчитываете, что вы там будете какие-то деньги серьезные зарабатывать На том, что вы сами своего аккаунта будете зарабатывать Ну, это сложно Плюс вот эти вот комиссии, что мы написали Товар 6 долларов, 6 процентов Чтобы перевести из страны в страну, грубо говоря Несколько переводов у нас, несколько происходит транзакций И вот этих 6 долларов и не остается Остается около 3 долларов всего на все Вот, из-за этого По поводу того, что кому-то мы платим, кому не платим У нас договоренность с разными людьми по-разному У всех ситуации разные Кто-то в Украине живет Кто-то живет в Америке Почему мы об Украине и Америке говорим? Потому что доставка самая реальная Все остальные страны просто нереальны по отзывам Работают То есть мы работаем индивидуально с каждым Из-за этого программно, если вы сейчас какие-то, я смотрю, уже сервисы Типа-типа программных уже происходят Ну, да, можно там всякие ВПС-ки ставить, там, АП-шники и так далее И так далее, если вы хотите там много левых карт Если вы хотите такие отзывы получать Ну, флаг вам в руки, там можно и тысячи, наверное, таких отзывов получать Что с такими отзывами и с баном будет Тогда будет очень интересно У нас одна проблема Это рандом То есть количество людей чем больше, тем, соответственно, вероятность проблем меньше По поводу схем, как мы делаем отзывы Их огромное количество Кому-то надо за один день Им все равно, там, 20 отзывов за сегодня сделали, плевать Кому-то надо, там, 10 отзывов по отзыву в день Кому-то надо, там, по-разному Кто-то цены постоянно меняет, кто-то не меняет Кто-то бюджет скидывает денег Мы по ордерам отчитываемся Вот, это все делается в первую очередь для продвижения Но, опять же, чтобы закрыть накладные расходы И, соответственно, кто этим занимается платить, можно сказать, зарплату Вот, мы, действительно, какие-то деньги остаются Мы на этом зарабатываем Потому что без материальной мотивации Работать, организовать все это очень сложно Есть примеры, где люди хотели именно на Как это сказать Ну, просто так Все это делать, рано или поздно надоедает Ну, и как бы все это происходит Так, вяло текуще Вот, здесь мы пытаемся раскачать именно до большого количества Потому что люди живые Сегодня он уехал, завтра приехал Сегодня мы можем сделать 50 отзывов Завтра 60, а послезавтра всего 20 Потому что наступили какие-нибудь там летние каникулы Или зимние каникулы И никто вообще не работает Все там, я не знаю, куда-то уехали На дачу и так далее Вот, так что по отзывам такая ситуация Количество людей мы как искали Чем больше, тем лучше Здесь неограничено количество людей То есть, чем больше у нас людей Тем вероятность Какого-то сопоставления Количества Ну, то есть, нельзя делать одним и тем же людям Одним на одни и те же товары Тогда можно все засыпить Соответственно, чем больше у нас людей Например, у нас там 200 людей Постоянно разные А мы делаем там по 20, по 30 отзывов Соответственно, 1 к 10 получается примерно Это нормально Но когда там 1 к 1, это не нормально Если это делать программными способами Я еще раз говорю Это просто вообще Это прямой путь к бану, я считаю Вот как раз, если делать какие-то там Вот эти виртуалки Потому что мне уже много очень предложений Приходило по этому поводу Но как-то все затухает Потому что я всем говорю Приоритет – это безопасность Вот Кто не может 2 плюс 2 почитать Я уже во многих роликах говорил Если мы раньше делали Раздавали по купонам 2 товара Из одного нам только приходил отзыв То что в среднем было 50% Ну так, реально Если без трепотни Без всяких лапши на уши То есть это в среднем 50% Потому что превьюеры писали Меньше отзывов Facebook больше давал Платные программы давали Тоже где-то процентов 60-70 В среднем Из-за этого выбегало бы, лазило Если вы много раздаете Действительно много, сотнями товаров Не больше 50% Посчитайте себестоимость И получится у вас затраты Намного У меня были намного больше Геморрой больше Время тратили больше Сейчас вы Сергея выслали там Я не знаю 500 долларов Он вам отчитался За вас всю работу сделал Плюс сделал еще вам Продвижение Потому что раньше Мы могли максимум Что попросить Перейти по супер-юрлу Некоторые покупатели Отказывались Им дайте осин А не только по осину И так далее Например Вот Мы как бы делаем по заданию Люди выполняют задание Да Основная масса Для этих людей Это те люди Которые В этом же Так скажем В этой же организации В будущем Будут получать Свои отзывы Да Это те люди Которым Не против получить товары Но основная масса Это те люди Которым Мы помогаем Они нам помогают То есть здесь И взаимовыручка Вот Еще раз говорю Кто хочет Этим зарабатывать Никто не мешает Профессионально заняться И все это сделать Вот Я вижу Много-много Кто этим занимается Вот Это просто Мы предлагаем Не уникальное предложение Мы просто предлагаем Вот конкретно Свои предложения И честно могу сказать Уже надоело Спрашивать И считать чужие деньги Вот То есть Каждый на Амазоне Я так понимаю Работает для того Чтобы заработать Вот И зачем Спрашивать у других Как они это все зарабатывают То есть Я же не спрашиваю Сколько Вы зарабатываете Своего товара Какая себестоимость Маржа Там Какую зарплату Получается Ну это просто Глупо И бестолково Мне кажется Вот То есть Этот именно сервис Если кому не нравится Они в принципе По нему не работают Мы стараемся Сделать Как можно его лучше Безопасней И качественнее Качество Главная цель В принципе Всего этого Отойти От только отзывов Перейти еще К продвижению К продаже То есть Если мы будем еще У нас будет Возможность Продвигать товар Для этого Я уже говорил Должно быть Не менее Ста Возможности Раздач Потому что Я например Свой товар Когда на сарте Там раскидывал Больше трехсот штук Знаю Кто больше Пятисот штук Раздавал Кто по тысяче Товаров Раздавал Вот Раздавать Можно тоже по разному Можно эффективно Раздавать Можно неэффективно Раздавать Можно правильно Можно неправильно Можно Много чего делать Пример Зонбласта Который за это Бешеные деньги Берет Опять же Почему Когда мы раздавали товар Когда мы раздавали товар Мы не учитываем Абонентскую плату Тем же этим сервисом Пускай 20 Пускай там 50 долларов Ну в любом случае Это затрат Плюс Не забывайте Какие вам отзывы Там могли написать Любые абсолютно И вы никак не могли повлиять Мне например Из всех моих там 200 отзывов Как минимум Два написали На две звезды Ой на одну звезду Гадости всякие писали То есть Не забывайте про Наших фейсбуки Этих Как они Забыл Ну которые нам В байбокс влазят Люди Тоже как бы Портили нам жизнь Вот Так что Много всяких моментов Здесь момент Какой может быть Не всегда мы пишем отзывы Я могу сразу сказать Не 100% Как правило Да 100% Но бывают ситуации Когда Амазон Просто человеку То есть Человек уже выкупил Он отчитался За Трек номер Он Все показал Сделал Фотографию Ну то есть Пожалуйста Но Амазон Не пропускает отзывы Даже у него Может быть в кабинете Вот Амазон даже в кабинете Мог прописать это Но в любом случае В любом случае Бывает не пропускает Эти отзывы И мы естественно Что здесь сделать не можем Но еще раз говорю Не забывайте о той ситуации Что в любом случае Нельзя иметь 100% На старте Продаж и отзывы Так что вот такая вот ситуация Конкретно по отзывам Следующим этапом Если все будет нормально Складываться И действительно Будет это все Продвигаться нормально И будет возможность Более сотни уже Делать Тогда Надеюсь Мы вернемся К старому продвижению Через раздачу Эффективной Нормальной Правильной Через задания С SEO С всеми полезными действиями То есть Как у нас Зонбласт делал У него там есть Супер URL Который на 25% Уменьшает Количество раздач С той же эффективностью Потому что Есть технологии Мы в принципе Так же этим пользовались Все то же самое делаем То есть Можно в принципе Просчитывать Примерно сколько надо Раздать Чтобы выйти На те же первые страницы То есть Каждый выбирает по-разному Не забываем Что да Многие раздачи не любят Но раздача нам дает Отличную конверсию То есть Мы продвигаем Одну фразу И по конверсии За ними Тянутся Другие фразы Которые у нас В серфтерн Которые в тайтлах И так далее Которые мы продвигаем Вот А Если мы продвигаем Только через индусов Как вот многие обращаются Сейчас я предыдущее видео снимал Не забывайте Что конверсия там падает В любом случае И все остальные фразы Кроме той Которой мы продвигаем Все в любом случае Все в любом случае Идут вниз При любом раскладе Как бы там ни было Какие бы у вас продажи ни были Потому что конверсия будет падать Вот То есть В этом есть свои нюансы Из-за этого Оптимальное продвижение На Амазоне Это комплекс действий Начиная от фундамента Это ядра самого То есть Это классный лисин Классное фото Классное предложение Отличной цены Хороших Определенного количества Отзывов На разных стадиях Естественно Вот То есть Вот Когда все это есть Тогда уже можно продвигать Можно продвигать Сейчас говорю Когда люди обращаются Сейчас Много-много-много Разных способов Но Их можно совмещать Тоже использовать Pay-per-click Pay-per-click тоже можно использовать Как минимум Я знаю только Тремя способами Можно по низкочастотникам Можно собирать Можно собирать огромное количество Статистики И выбирать ключевики Можно ключевики Через Поисковые программы Выбирать Через поисковик Амазона И так далее И так далее То есть Много-много Разных техник И они Все Имеют право на жизнь Абсолютно все Просто их надо Правильно сочетать И использовать В определенный Промжитут времени Вот То есть Не забывайте все Самое главное Это старт Ну как бы Не то что Самое главное То есть Очень важно Это старт То есть Пока у нас нет Хвоста истории Первые там Десять дней Две недели То есть Вот в это время Нам легче всего С минимальными затратами Выйти в топ То есть Когда мы сейчас На данный момент Вытягиваем Товары Которые там У меня есть Был товар Который был на Триста тридцатой странице Триста тридцатой А другой товар Мы выводили С бестселеренкой Пять миллионов Ну то есть Сами представить Бестселерен Пять миллионов Вот Ну если бы человек Начал бы с нуля С нулевым бестселером Естественно Это было бы намного проще Намного дешевле Все это возможно Просто стоит денег дороже И как правило Основная масса Все считают Что сами с усами Курсы они прошли Или самоучки Или там Опять же учились Но очень часто Очень часто Далеко не у всех Но у многих Возникает проблема Именно с дальнейшим продвижением То что как правило Все хотят На начальном этапе Сами сэкономить Естественно И получается Потом просто Они эти деньги Двойным платят Опять же Еще раз говорю Я не себя рекламирую Ни кого-либо рекламирую Это Имейте ввиду просто Это информация Для Так скажем Умозаключения В принципе все Всем удачи Всем пока Подписывайтесь На канал Ютюбе Стараюсь информацию Давать По делу Без воды И вступайте В группу Фейсбук Потому что В принципе Основное Идет дискуссия Все здесь И не забываем Что кому нужны Тематические группы Они находятся Вот здесь То есть Например То же самое Ревью Группа по ревью Она находится здесь Здесь вы можете Предлагать Свои услуги Спрашивать Свои услуги Если конкретно С нами работать Это вот С Сергеем Чтобы не было вопросов Мы работаем Все вместе Я как бы За него ручаюсь Никаких проблем Надеюсь У нас не будет Будем стараться Максимально технично Все это делать Вот Потому что Для меня очень важно Этим сервисом Пользоваться Для того чтобы Продвигать Свои товары Товары Своих учеников Так называемых Хотя Бизнес на Амазоне И учителя Это мне кажется Смешно просто Основная масса Которые поучились Немножко И научились Они понимают Насколько это все Относительно Самое главное Не Вот это Обучение Учеба Регистрация А самое главное Прочувствовать Понять Механизмы Причинно-следственной связи В принципе Все что хотел Рассказал Всем удачи Всем пока